Здравствуйте, Арсений Селезнёс Зверобой. Я хочу рассказать, чем заниматься в селе. Если вы хотите там жить, там надо и работать. Дело в том, что если работать в городе, то в принципе это не сильно выгодно ездить из села в город. Во-первых, надо вставать намного раньше, а ложиться намного позже. Хотя, некоторые люди, как мне рассказывали, живут в Твери, а ездят в Москву на заработки. Каждому свое, как говорится. Я бы так далеко не стал ездить. У нас, да, у нас 250 километров от города другого, самого крупного. Люди ездят. Можно, конечно, в этом городе, пока вы едете, выспаться, поделать всевозможные дела, позаписывать, что вы там, если вы пишете, подумать, порешать кроссворды и всякое такое. Но лучше, конечно же, если вы хотите зарабатывать физическим трудом, то можно сделать какое-то дело там, в селе. Но, естественно, продавать не в селе, а надо в городе, потому что маржа намного выше. Сельские продажи, они как? Практически никому ничего не нужно. Вот, допустим, у нас, если взять самую мелкую картошку, ее можно взять бесплатно у некоторых людей. Некоторые продают чисто за символическую цену. Это... Это сколько это? Одна... Я даже не знаю, гривна... Гривна килограмм. Это сколько доллара? Одна двадцать восьмая доллара. Где-то так. Представьте себе. То есть, практически бесплатно. Можно набирать много-много, а и на кармане это не скажется. Сэкономить на еде. Конечно, в мундирах картошка дешевле. Ну, и такой картошкой можно кормить, например, откармливать животных. Вот, я, допустим, откармливаю кур. Можно откармливать страусов там, или перепелов, или еще кого-то. Ну, таких вот... Желательно, чем больше деньгоемкое, тем выгоднее. Если вы, допустим, выращиваете черных кур. О, на этом, на искусственном газоне играют футболисты. Подгребали снег и продолжают играть. Так я буду идти тут, да? Можно, конечно, выращивать трюфели всевозможные, растения дорогие. То есть у вас, если вы живете в селе, у вас куча места, в любом случае. Даже если будет просто обычный дом без земельного участка. У нас есть такие. Там достаточно даже, называется, приусадебный участок. Он идет в районе 6 соток вокруг дома. То есть этого достаточно, чтобы жить довольно вальяжно. Я бы так сказал. Таким образом, можно делать какое-то свое микрохозяйство. Но, опять же, нужно иметь сбыт. Если у вас нет сбыта, чем бы вы ни занимались, это все будет бесполезно. Даже если вы будете добывать золотые самородки, если вы не будете сбывать их по самой высокой цене, то, значит, это просто не будет смысла этим заниматься. чем выше моржа, чем выше моржа, тем эффективнее будет ваше хозяйство. Дмитрий Портнягин, не знаю, какая у него моржа. Самая большая моржа, я вам так скажу, в истории человечества, это было на древнем шелковом пути. То есть это где-то чуть больше тысячи лет назад шелковый путь, который на верблюдах, на этих перевозили, на лошадях, руками переносили. У них было 2000%. Вот если вы найдете такой бизнес, где можно заработать 2000% или более, это будет очень выгодно. Арсений Селезнев, зверобой. Зачем можно заниматься в селе? Подписывайтесь на канал, смотрите обновления. Пока!